Итак, этот мини-курс посвящен изучению асимптотики выпуклых оболочек случайных процессов. Более точно, задача формулируется следующим образом. Вот у нас есть основной случайный процесс x от t, заданный на некотором параметрическом множестве с какими-то там свойствами. Затем мы берем независимые копии x1, x2 и так далее. Независимые копии x. Предполагается, что значения процесса лежат в некотором приличном пространстве. Для курса будет РД, а вообще на самом деле в конце или в какой-то момент я скажу, я естественно не собираюсь и у меня нет возможности изложить все результаты во всем объеме, какие в этом направлении есть. Я все-таки постараюсь, я выбрал более простые вещи, но так, чтобы было более-менее понятно, какие идеи и какая техника работает для доказательства. Так что в какой-то момент я потом расскажу, о каких обобщениях может идти речь и что можно, например, заменить спокойно пространство РД сепарабельным банаховым пространством. И многие результаты останутся с небольшими изменениями теми же самыми. Сейчас это некоторое параметрическое множество. Единственное условие в постановке задачи в такой большой общности состоит в том, что процесс x имеет ограниченные траектории. Вот это существенно. Значит, вот напишем, что x ограниченный процесс. Сейчас я объясню, что это значит. Это означает, что он, по меньшей мере, сепарабельный. Если вот вы изучали теорию случайных процессов, то значит, ну неважно. Сепарабельный это означает, что траектории обладают некой регулярностью. Так что можно говорить об измеримости супремума. Так что супремум модуля xt, когда t пробегает t, это вообще говоря, если множество t несчетно, то из измеримости отдельных случайных величин не вытекает измеримость супремума. Ну вот, значит, нужно дополнительные условия. Но стандартное условие в теории случайных процессов это то, что процесс автоматически считается сепарабельным. Ну вот, известная теорема Дуба говорит о том, что при минимальных условиях на множество t и на пространство всегда есть сепарабельная версия, так что это не есть какое-то ограничение. Ну вот, так вот, супремум модуля xt, он случайная величина, и считается, что он меньше, этот супремум меньше бесконечности почти, наверное. Вот что такое ограниченность. Ну вот, тогда есть смысл говорить о таких выпуклых оболочках. x1 от t и так далее, xn от t, когда t пробегает наше множество t. Значит, вот мы взяли одну траекторию, первая траектория x1 от t, рассмотрели выпуклую оболочку этой первой траектории, потом добавили вторую траекторию, значит, добавилось еще, 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 и вот в конечном счете, когда взяли объединение n траектории, взяли выпуклую оболочку, получили такое множество. Значит, это будет выпуклое подмножество rd. Пространство выпуклых подмножеств rd я буду обозначать kd. Значит, это пространство компактных выпуклых подмножеств rd. Значит, когда я пишу konv, я автоматически подразумеваю, что речь идет о выпуклой оболочке, о замкнутой выпуклой оболочке. В общем, это не так существенно для асимптотики, но так для большей точности, если хотите. Так что вот это множество, wm принадлежит этому пространству kd. Ну и ясно, что с ростом n оно расширяется, потому что каждый раз добавляется что-то новое, оно растет, растет, растет. Ну и если процесс xn, последовательность xn не какая-то там нехорошая, то он растет до бесконечности. И естественный вопрос – это найти такую нормировку, чтобы вот эта последовательность куда-то сходилась. Почему это вопрос интересный? Ну вот на коллоквиуме я говорил о том, что для меня толчком вот моих занятий в этом направлении была такая заметка трех авторов. Я сейчас не буду их называть, потому что это не так существенно, но если кто-то захочет, я могу дать точную ссылку. В которой изучался случай, когда d равно 2, процесс x – это броуновское движение, или броуновский мост, значит, двумерный. И там интересовались не столько самими выпуклыми оболочками, сколько асимптотикой длины границы и площади соответствующей выпуклой оболочки. Значит, вот площадь АН и длина границы ЛН. И вот там были сложные вычисления, которые давали точные формулы для этих величин, такие они очень громоздкие, а потом из них с помощью сложных рассуждений выводилась асимптотика. И когда я увидел эту асимптотику, стало понятно, что соотношение между поведением длины границы и площадью как раз такое, как асимптотически, как для круга. Ну, значит, понятно, что вот эта самая выпуклая оболочка должна округляться и должна сама по себе куда-то там сходиться к некоторому шару. И в дальнейшем это подтвердилось. И вот сегодня я как раз буду подробно рассказывать. Так что это вот был первый толчок. Но на самом деле легко заметить, что есть и... А, здесь нет доски, да? Второй. А, есть. Что есть и другой резон. Давайте рассмотрим ситуацию, когда Т – это одна точка всего лишь, параметрическое множество. Тогда последовательность процессов – это просто случайная последовательность векторов в РД. Значит, вот у нас будет х1, х2, хn. Они принадлежат РД. Ну и давайте возьмем еще совсем простой случай, когда Д равно 1. Значит, будет просто последовательность случайных величин. Тогда что такое выпуклая оболочка? Выпуклая оболочка в этом случае – это просто сегмент. Вот левый конец этого сегмента – это минимум, хк. А правый конец – это максимум. Ну и понятно, что если, скажем, мы подозреваем, что речь идет о сходимости с вероятностью единицы, то достаточно изучать поведение максимума. И тем самым становится понятным, что наша задача является обобщением классической задачи об асимптотике максимума в последовательности случайных величин. А это классический раздел, очень большой, масса литературы по этому поводу написана. В общем, много людей работает. Имеются многочисленные приложения к разным задачам. Ну вот, скажем, представьте себе, что вы изучаете уровень в половоде какого-нибудь водного бассейна. Вот там существенно знать, как ведут себя максимумы. Ну и так далее. В спорте там изучают рекорды. Все, что связано с рекордными значениями, это на самом деле связано с изучением максимума. Так что в каком-то смысле это непосредственное обобщение задачи об изучении максимумов. Ну и плюс третий резон – просто красивый объект, выпуклая оболочка и поведение выпуклых множеств. С ними всегда приятно возиться. А вы напомните результаты про максимум или как? Ну я не буду специально напоминать. Есть классическая теорема Гнеденко о том, что в случае, когда xk – это последовательность независимых случайных величин, то тогда существует три типа предельных распределений. Ну на самом деле по сути два. Один – это просто, один сосредоточен на положительной полуоси, а второй – это симметричные законы на отрицательной полуоси. И третий еще тип. Это все вы найдете в любом приличном курсе, скажем, в книжке Гнеденко-Колмогорова или в какой-нибудь книжке, посвященной поведению максимумов. Я не буду использовать это впрямую. Эти результаты мне не нужны. Дело в том, что когда переходишь к процессам, когда становится больше там, какие-то другие моменты становятся более существенными и определяют суть дела. Ну вот, значит, вот это вот о мотивации. Теперь, что же оказывается? Оказывается, что в случае, когда, значит, естественно, простейший или первый случай, который надо исследовать, это когда наши копии, вот они независимые и одинаково распределенные, соответственно, собственно, дают нам этого процесса. Ну и когда процесс не слишком плохой. Ну, один из важных классов процессов – это гауссовский. Вот давайте предположим, что процесс X гауссовский и посмотрим, что будет в этом случае. Значит, начиная с этого момента, процесс X гауссовский, центрированный. Влияние среднего, я потом, так сказать, скажу несколько слов, оно малосущественно. Центрированный. Центрированный процесс. Ну, множество Т, конечно, будем предполагать, что оно приличное. Скажем, в свою очередь есть метрическая структура. Скажем, будем считать, что это метрический компакт. Метрический компакт. Ну, это на самом деле не всегда существенно, но… Вот процесс X гауссовский. Что в этом случае? Оказывается, что при некоторых дополнительных условиях, при некоторых дополнительных условиях, имеет место следующий факт. Дальше я сформулирую. При нормировке Bn, равной 2 логарифма n, корень квадратный из двух логарифмов n, вот эти самые наши выпуклые оболочки с вероятностью единица, вот в пространстве КД, снабжённом в этом пространстве стандартная метрика, это метрика Хаусдорфа, я могу сказать, как она определяется, сходится к некоторому предельному выпуклому множеству, которое не случайно. Это не случайное множество. И это выпуклое множество можно явным образом описать, исходя из корреляционной структуры процесса Х. То есть вот эта корреляционная структура его определяет. Значит, это в точности эллипсовит рассеивание, ну, не совсем, это выпуклая оболочка эллипсоидов, если взять семейство эллипсоидов рассеивания индивидуальных распределений, и, кстати, при всех Т, и взять выпуклую оболочку, вот это и получится наше множество W. Вот. Значит, ну, что же, значит, надо ввести некоторые обозначения и затем перейти к точной формулировке. Значит, обозначение, что мне нужно, значит, ну, BD01 – это единичный шар в РД, SD01 или SD-1 – это единичная сфера. Дальше. Значит, вот мне понадобится вот такое обозначение, К от Б. Значит, Б вот такое вот жирное, это буква, которую я зарезервировал для обозначения некоторого банахового пространства. И К от Б – это пространство компактных выпуклых подмножеств вот этого самого пространства Б. Вот. Снабженное метрикой Хаусдорфа. Метрика Хаусдорфа, я ее буду обозначать РОБ, А, Б – это вот что такое. Это максимум из двух чисел. Это инфимум тех эпсилен, для которых А вложено в Б эпсилен. И второе число – это инфимум тех эпсилен, при которых Б вложено в А эпсилен. Значит, А эпсилен, Б эпсилен – это эпсилен окрестности множества А и Б вот в нашем банховом пространстве. Значит, вот что происходит. Вот вы берете множество А, а здесь множество Б. Ну, да, тут я на самом деле метрика Хаусдорфа определяется не обязательно для выпуклых множеств. Точно так же. Ну, давайте, раз я говорю о выпуклых множествах, буду рисовать выпуклые множества. Значит, вот мы расширяем множество Б сначала. Вот оно расширяется, расширяется, расширяется. Вот, наконец, минимальное значение эпсилен, при которых Б эпсилен захватит А, это вот это первое число. Потом то же самое делаем с множеством А. Раздуваем его, берем эпсилен окрестности и берем минимальное эпсилен, при которых... И потом берем максимум из этих двух чисел. Это и есть расстояние Хаусдорфа. Вот. Ну, дальше обозначения, которые... КД – это просто К от случая, когда Б – это есть РД. Ну, и в этом случае метрика РО с РД – это просто РО. Это естественное обозначение. Дальше. Следующее обозначение, и связанное с очень важным понятием, которое всегда используется, когда работают с выпуклыми множествами, это опорная функция, или функция Минковского множества А. Значит, вот пусть А – наше выпуклое множество. Ну, на самом деле, давайте будем считать, что оно принадлежит К от Б. Уже общее определение. Значит, вот... тогда опорная функция определяется так. Это супремум. х тета – супремум по х, принадлежащим нашему множеству. А функция наша определена на единичной сфере сопряженного пространства. Тета – это линейный непрерывный функционал, заданный на Б. Это принадлежит С. В случае, когда наше пространство РД, сопряженное пространство РД, значит, просто берется единичная сфера из РД. Значит, в чем смысл этой функции? И почему она... Я объясню, в чем смысл, и почему она действительно чрезвычайно важна. Вот давайте рассмотрим выпуклое множество А. Вот начало координат. Вот единичная сфера. Пусть это будет все в СД минус 1, потому что так проще. Значит, вот возьмем какую-то точку тета на этой сфере единичной. Значит, вот у нас есть ось, которая рождается этой точкой тета. Ну и давайте спроектируем наше множество А на эту ось. Значит, вот тогда супремум, это вот здесь как раз и происходит проектирование ортогональное, когда мы вычисляем скалярное произведение. И вот супремум, это как раз вот эта вот точка. Вот для каждого тета на вот в этой точке мы получаем значение. Вот длина вот этого, ну длина, величина этого отрезка, потому что вообще говоря, представьте себе, что множество здесь, тогда супремум будет вот отрицательный, будет слева от нуля. Получаем функцию на сфере. Вот эта функция, как легко понять, она будет хорошая, непрерывная. Вот. Сфера – это компакт, так что это хороший объект, непрерывная функция на компакте. Но самое замечательное состоит в следующем, что переход от множества к этой функции осуществляет изметрическое отображение метрического пространства k от b с метрикой Хаусдорфа в пространство непрерывных функций на сфере с равномерной метрикой. А именно, вот что верно. Верно следующее, что расстояние ρ b, a, b это то же самое, что норма mA минус mB равномерная в пространстве в c, s, у меня нет таких обозначений, значит, s01, sB01 вот в этом пространстве, в пространстве непрерывных функций на сфере. Это довольно-таки понятно, потому что, посмотрите, вот представьте себе, что вот вы нарисовали здесь второе множество b. Я не буду это доказывать. Вот. Вот, посмотрите, видите, вот как раз значение mA от тета, а это значение mB от тета. Ну, вот расстояние между ними, значит, и понятно, что когда вы возьмете супремум по всем направлениям, вы как раз и получите вот ту самую величину, которая там. Так что вот это проверяется. И вот это замечательный факт. Он используется во многих, во многих ситуациях. Так что не только вот я буду это использовать. Так, что дальше? Здесь берется норма разности. Норма разности mA минус mB. mB принимает вещественные? Ну, конечно, конечно. Посмотрите, это же скалярное, не скалярное произведение, это значение функционала на этом. Так, а зачем что? А в c? Что это? c? c – это пространство непрерывных функций на сфере, на единичной сфере, только на самом деле здесь b со звездочкой надо поставить, если уж говорить о b, потому что функция, опорная функция определена там. Так, хорошо. Дальше. Значит, вот как я уже сказал, процесс x, процесс x – это множество t, метрический компакт. процесс x – сепарабельный, достаточно приличный тем самым. Сепарабельный процесс ограниченный, гауссовский, центрированный, сколько условий, со значениями в rd. Так. rt – это матрица ковариаций величины xt. матрица ковариаций. Поскольку со значениями в rd мы рассматриваем, то мы говорим о матрице. Так, дальше. Что мне понадобится? Мне понадобится иллипсоид рассеивания, kt. Значит, это вот что такое. Это совокупность тех x из rd, для которых rt минус 1xx не превосходит единицы. Есть и другая характеристика этого эллипсоида рассеивания. Чуть позже я о ней скажу, когда. Ну и вот множество w, которое появится в формулировке теоремы, это вот что такое. Это выпуклая оболочка, замкнутая. Вот всех этих самых эллипсоидов рассеивания, когда t пробегает t. Ну, то, что это эллипсоиды, это понятно, это квадратичная форма, значит, ясно, что получится некий эллипсоид. Так. Так, ну, кажется, это все. По поводу обозначений можно перейти к формулировке результатов. К формулировке результатов. Которые будут обсуждаться сегодня. Значит, не гауссовский случай я буду обсуждать послезавтра. А сегодня и завтра, ну, я не знаю, как получится, потому что не совсем понятно, с какой, что мы успеем сделать. Ну вот, а сегодня и завтра в основном будет речь идти о гауссовском случае. Значит, вот первая теорема. Первая теорема. Значит, вот как обычно xk независимые копии xа, ну, вот при тех условиях, которые есть, вот в точности, как вот здесь вот. Верно следующее. Единица на корень из двух логарифмов n дубль в n сходится в КД к дубль в с вероятностью единицы. Почти, наверное. Сходимость в метрике в КД. Вот в РО. Это пункт А. Пункт Б. Значит, здесь предполагается только ограниченность. Я специально хочу подчеркнуть. В пункте Б я буду предполагать… Да, и здесь, в этом месте даже не важно, что множество t является компактом. Не суть важна. А в пункте Б я буду считать, что процесс x непрерывен. Значит, что это означает? Это означает, что есть версия с вероятностью такая, что с вероятностью единицы траектории непрерывны на t. Значит, здесь я уже предполагаю, что t-метрический компакт. Значит, непрерывен почти, наверное. И тогда, тогда с вероятностью единицы расстояние ρ между нашей нормированной выпуклой оболочкой и предельным множеством есть o маленькая от единицы на корень из логарифма n. То есть, есть скорость сходимости. Вот. Можно иначе переформулировать это последнее утверждение. Сказать следующее. Ну, давайте не будем нормировать wm, значит, оно же раздувается. А будем раздувать, наоборот, w. Вот это предельное множество. Вот. Тогда здесь появится множитель 2 логарифма n w. И вот расстояние между ними есть у маленькой от единицы. То есть, расстояние. То есть, получается удивительная вещь, что вот множество раздуваются, но при этом расстояние между ними становится все меньше и меньше. Ну, это в точности эквивалентно тому, что здесь написано. Так. Значит, по поводу этой теоремы. Как ни парадоксально, вторая часть, которая выглядит существенно более сильной, доказывается существенно легче. А вот основные трудности будут связаны с, ну, как основные, с пунктом А. Дело в том, что поскольку тогда, когда траектории непрерывны, мы можем наш процесс x от t, когда t пробегает t, рассматривать как элемент хорошего банахового пространства, которое сепарабельно, а именно пространство непрерывных функций на t, c от t. Ну, и тогда, значит, что же у нас получается? Вот эти независимые копии можно рассматривать как случайные элементы вот этого самого независимой, одинаково распределенные случайные гауссовские элементы вот этого пространства c от t. А, значит, вот такие гауссовские выборки, они активно изучались. И в литературе есть очень сильный результат Гудмана, который я чуть позже процитирую, и, значит, который, из которого можно будет довольно легко получить как следствие вот такую вот сходимость со скоростью. Ну, это вот такой вот переход невозможен, к сожалению, в применении к первой части. Почему? Потому что в этом случае, когда в траектории предполагаются только ограниченными, можно рассматривать x от t как случайный элемент банахового пространства, но это будет банаховое пространство ограниченных функций с равномерной нормой, и такое пространство не сепарабельно. И, значит, соответствующие результаты существующие вот о гауссовских выборках, они вообще гауссовские процессы в несепарабельных пространствах это, значит, некая экзотика, их мало кто изучал. И уж тем более вот эти результаты про гауссовские выборки там мне неизвестны, во всяком случае. Поэтому там нужно все делать по-другому. Ну, вот я объясню, как это будет происходить. Это, значит, первое замечание. Второе замечание, вот, которое будет полезно, значит, дело в том, что я об этом не сказал, но на самом деле это из вот вот этой вот картинки, нет, здесь нет, из определения, из определения опорной функции легко понять, что вот эта вот самая опорная функция, она однозначно определяет множество. Почему? Потому что если вы знаете это значение, вот смотрите, вот это зафиксировали, знаете значение, вот можно взять ортогональное, так сказать, дополнение к этой оси, и ясно, что это будет опорная гиперплоскость к множеству. И понятно, что, значит, когда мы переберем все тета, мы получим как раз вот те самые опорные плоскости, если возьмем, рассмотрим полупространство, и пересечение этих полупространств будет давать в точности наше выпуклое тело, выпуклое множество исходных. Так что соответствие между выпуклыми компактными множествами и вот этими функциями, опорными функциями, оно взаимоднозначно. Ну, собственно, конечно, из изометрии это тоже следует как бы косвенно, но я хочу это еще раз подчеркнуть. Так что вот, когда мы говорим о предельном множестве, то можно задаться вопросом, может быть, его легче охарактеризовать с помощью опорной функции. Так вот, опорная функция, оказывается, устроена вот каким образом. Это просто сигма от тета, где сигма квадрат от тета это вот такая вещь, это просто супремум патэя, рт, тета, тета. Я не буду заниматься вычислениями, это все-таки займет некоторое время, вот предлагаю в качестве упражнения проверить, что это одно и то же. Вот. Так, и еще одно, один комментарий, связанный с влиянием, с влиянием наличия среднего, отличного от нуля. Так, ну давайте предположим, что вот, пусть хт по-прежнему обозначение для центрированного процесса, давайте рассмотрим yt, y от t, это x от t, плюс некоторое вот среднее, а от t. Ну, естественно, мы хотим, чтобы процесс оставался ограниченным, так что, естественно, предположим, что функция от t ограничена. Значит, вот будем считать, что супремум модуля а от t на t, ну вот, некоторое число а, которое меньше бесконечности. Ну, модуль используется для обозначения нормы Вердебиси и стандарт. Так, ну вот тогда, тогда, что можно сказать? Тогда соотношение а нашей теоремы остается в силе, верно, без изменений, а пункт b меняется следующим образом. o маленькая заменяется на o большое. То есть, скорость фактически та же, но чуть-чуть, чуть-чуть ухудшается. Я не знаю, может быть, можно получить и o маленькая, но для этого нужно делать какие-то дополнительные усилия, а вот так, чтобы сразу это ну, почему это так? Вот давайте давайте заметим следующее. Вот x1 от t плюс a от t. Что можно сказать про значение в какой-то точке? Значит, понятно, что поскольку a от t ограничено, то вот это все попадает в шар радиуса с центром в точке x1 от t радиуса a плюс epsilon. Для любого epsilon больше нуля. Но это не суть важно. Вот. Ну, тогда следовательно x1 t плюс a от t будет ну, лучше так написать, конечно. Вот так. Будет лежать в w n a плюс epsilon. Очевидным образом. Правда? Потому что точка лежит в w n x1 от t. значит, вот будет такая вещь. Ну, замечательно. Но если это так, то тогда, то тогда. Так, ну, давайте здесь. Вот тогда w n тильда, скажем, это есть выпуклая оболочка для процессов y. y на t. Вот эта выпуклая оболочка будет в свою очередь содержаться в w n a плюс epsilon. Вот. Для любого epsilon. Ну, что это значит? Значит, ну и понятно, что в силу симметрии переход от xa к y и от y к x он одинаковый, только там появится минус a от t. Значит, тем самым мы получим следующее, что расстояние между w n и w n тильда будет не превосходить a плюс epsilon. Да, будет не превосходить a. Потому что для любого epsilon это верно. Но если это так, то смотрите, что у нас получится. После того, как мы поделим на единицу на корень из 2 логарифма n, потому что все-таки стремится к нулю, значит, вот единица на корень из 2 логарифма n и здесь тоже. Появится здесь корень из 2 логарифмов n и он идет в 0. Так что понятно совершенно, что если w n к чему-то сходится, то w n тильда будет сходиться туда же. Поэтому пункт пункт a остается в силе. А когда мы переходим к b, то понятно совершенно, что здесь-то мы получаем o большое от корня из логарифма n, ну вот приходится заменять o маленькое на o большое. Вот и все. Вот. Значит, вот такие вот замечания. Так. Теперь формулировка второго результата, который тоже сегодня будет обсуждаться, я надеюсь. второй результат. Дело в том, что, конечно, когда мы получили информацию о поведении выпуклых оболочек, следующий интересный вопрос, как следует ли из из этой информации можно ли оттуда получить информацию о поведении тех или иных геометрических характеристик. Собственно, то, что ради чего все это затевается. Ну, например, мы знаем, что единица на корень из двух логарифмов n Wn сходится к W. Вот у нас есть выпуклые оболочки. Спрашивается, а вот те вопросы, которые в самом начале возникали, а именно что можно сказать в простых случаях, скажем, о длине границы, если речь идет о двумерном случае, о площади или об объеме в общем случае, скажем, диаметр и так далее. Масса всяких, ширина в каком-нибудь направлении, масса всяческих геометрических таких вот характеристик, которые представляют интерес, ну, интуитивно понятно, что должно это вытекать из вот этой исходимости. Ну, смотрите, исходимость здесь почти на верное. Значит так, если вот эта наша геометрическая характеристика, это можно рассматривать как функционал, как отображение, как функционал, как функцию, заданную на КД со значениями в R1, если эта геометрическая характеристика, она непрерывна, если эта функция непрерывна, то тогда, конечно, сразу из этой исходимости следует исходимость с вероятностью единицы соответствующих значений. Но для практики интересно знать, что верно ли это для средних значений. То есть, вот, скажем, мы взяли функцию F из КД в R1, предположим, что она непрерывна, ну вот, тогда ясно совершенно, что F от, давайте я введу обозначение упрощенное для вот этой нормированной выпуклой оболочки ZN. Тогда F от ZN будет сходиться к F от W почти, наверное, и вопрос такой, а верно ли, что матожидание F от ZN сходится к матожиданию, ну, матожидание здесь уже не случайная величина, значит, матожидание мы не пишем, просто так, вот это, верно ли это? Ну, вот вторая теорема, она отвечает положительно на этот вопрос. Теорема 2. Теорема 2. Ну, прежде чем ее формулировать, надо, конечно, описать класс вот таких функций, которые, ясно, что все эти геометрические, которые содержат все эти такие разумные геометрические характеристики. Значит, это вот что, это можно назвать однородные, положительные, неубывающие функции. Что это значит? Значит, вот давайте рассмотрим функцию с такими свойствами. Первое. f от a неотрицательно для каждого a из kd. Второе. Если a и b два подмножества kd и b более широкая, значение f от a не превосходит f от b. И третье. Если мы раздуваем или сжимаем наше множество a, то вот у нас возникает однородность степени p, f от a, мы имеем следующее. Для любого a из kd и для любого c положительного. Да. Ну, на самом деле, даже для любого c можно, если хотите, можно добавить отрицательное c, но здесь тогда надо поставить модуль. Ну, понятно, что умножение на отрицательное число, оно не портит выпуклость. Просто получается симметричное множество. Но, правда, я не думаю, что я где-то это использую в дальнейшем. Вот пусть будет так. Вот рассмотрим класс таких функционалов. Значит, те функционалы, которые я тут приводил, они все, конечно, сюда вкладываются. Так вот, давайте предположим, что f вот такой функционал, так? Вот такой вот. Тогда в условиях теоремы 1 в условиях теоремы 1 имеет место следующее. Для любого положительного а математическое ожидание экспонента а f в степени 2 деленное на p от zn сходится к экспонента а f от w в степени 2 деленное на p. 2 деленное на p это в принципе некое излишество, потому что смотрите, если функция f однородная степени p, то f в степени единицы на p будет однородная степени 1. Ну и достаточно было бы убрать здесь p и сформулировать этот результат для функций однородных степени 1. Тогда здесь было бы просто f в квадрате. Это было бы более, может быть, понятно. Какой непрерывности от тех не требуется? Ой, я забыл сказать. Конечно, непрерывность. Непрерывная. Непрерывная. А по целому что? М? По целому что? Нет, не обязательно. Нет. Ну, естественно, я не отрицательная. Но на самом деле понятно, что в обычных ситуациях значит, что у нас будет? У нас будет оно будет целым. Ну, вот обычно это либо это размерность пространства, либо там что-то меньшей размерности насколько-то. Но можно придумать функционалы, которые будут иметь нецелые значения. Такое тоже может, такие существуют. Ну, скажем, там, ну, да, какая-нибудь размерность Холдсдорфа, какого-нибудь подмножества экстремальных точек границы или что-нибудь в этом духе. Так что, вот. Ну, в первую очередь, конечно, интерес представляют функционалы. Ну, это не так существенно, поскольку это сводится к размерности иди, к однородности степени 1, то, вот. Значит, из этого результата сразу получается такое следствие. Значит, понятно, смотрите, здесь сверхэкспоненциальные моменты. Значит, ясно совершенно, что, если это верно, то для обычных моментов это тоже будет верно. Так что, значит, как следствие мы получаем такое утверждение, что для любого М натурального математическое ожидание Ф в степени М от ЗН сходится к Ф в степени М от В. Так что, это просто мгновенно получается из этого результата. Так, ну вот, как примеры функционалов я уже перечислил. Это объемы, площадь поверхности, диаметр, ширина в том или ином направлении, всяческие, ну, например, что еще можно привести? Например, радиус описанного шара, ну, понятно, или радиус максимального шара, который можно вставить в наше выпуклое множество. Это все такие вот геометрические характеристики, которые этим покрываются. так. Ну, теперь, наверное, имеет смысл привести некоторые примеры процессов, для которых, ну, таких вот естественных процессов, для которых вот это предельное множество можно явно указать. Значит, какие тут примеры? Первый пример, естественно, это когда наш процесс х, это бромовское движение, х, т, бромовское движение, т на, скажем, треске 0,1 со значениями в РД. Ну, тогда что же можно сказать? смотрите, смотрите, что такое КТ? КТ в данном случае это выпуклая оболочка выпуклая оболочка этих эллипсоидов рассеивания. Значит, поскольку у стандартного бромовского движения демерного считается, что компоненты независимые и имеют одинаковые распределения, при этом в точке единицы эти распределения стандартные гауссовские, то понятно, что в точке Т у нас соответствующий эллипсоид рассеивания, это будет шар с радиусом, можно посчитать, и этот радиус равен в точности Т. Ну, значит, здесь появится B0T, вот выпуклая оболочка, когда Т пробегает отрезок 0,1. Ну? В, наверное, не катает в равном. Я не понял. В, наверное, это равном. Да, 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 конечно, В, В, предельное уже множество. Вот, ну, так что же, это, смотрите, это концентрические шары с центром в нуле, радиус Т пробегает значение от нуля до единицы, значит, ясно совершенно, что это будет просто B0,1. Вот, шар. Так что, что, естественно, ожидать. Второй пример. Давайте предположим, что Х от Т это Броуновский мост. Броуновский мост на 0,1, но со значениями в РД, РД-мерной. Значит, что это такое? Ну, его можно описать следующим образом. Значит, вообще говоря, Броуновский мост определяется так. Значит, это гауссовский процесс, распределение которого совпадает с условным распределением процесса Броуновского движения при условии, что в последний момент времени, в момент времени Т равна 1, траектория вернулась в 0. Ну, вот. Значит, вот это формально. А на самом деле можно посчитать, что это так процесс, который можно задать так. Ну, не сам, не обязательно его, но по распределению он совпадает с процессом, вот каким. Значит, Броуновское движение Б от Т минус Т умноженное на Б от 1. Вот в 0 у нас будет 0, и в точке Т равна 1 будет тоже 0. Вот это в точности можно проверить, что как раз совпадает распределение этого процесса и есть то, что нужно. Ну, вот здесь все то же самое, потому что в каждый момент времени распределение тоже такое вот симметричное гауссовское. можно посчитать радиус эллипсоиды рассеяния, это будет шар просто, и понятно, что максимальное значение будет в точке Т равной 1 и 2, и при этом получится 1 и 2, так что в этом случае будет предельное множество W, это будет B 0 и 1 и 2. Будет шар с центром в нуле радиус 1 и 2. Но чуть сложнее считается нет, не 1 вторая, а 1 четверть. Прошу прощения. 1 четверть. 1 четверть. Чуть сложнее вычисляется. Да? Почему 4? Давайте посчитаем корреляционную функцию. вот в одномерном случае. она будет устроена Т на единице минус Т, и максимум достигается в точке 1 вторая и будет равен 1 четверти. Ну, я думаю, что, может быть, даже и хватит уже примеров. Из тех примеров, которые, в принципе, легко рассмотреть, это дробное бровновское движение, но там все будет как в бровновском движении. можно еще на основе дробного бровновского движения многомерного построить аналог бровновского моста. Вот там вычисление чуть-чуть сложнее, но оно, и оно, так сказать, но тем не менее, можно явно вычислить этот самый максимальный радиус. И там тоже будут концентрические шары, так что может быть, не так уж и интересно. Давайте начнем с доказательства второй части теоремы 1. Как я уже сказал, х можно рассматривать как случайный элемент пространства, Баннахова пространства B, это C от T. В этом случае T метрический компакт, и в траектории предполагаются непрерывными, с вероятностью единица действительно так и есть. Ну и, значит, наши траектории последовательные можно рассматривать как независимые копии вот этого случайного элемента. Независимые копии х. Вот. Ну, хорошо. Давайте рассмотрим вместо нашей выпуклой оболочки в РД, значит, есть C от T, но со значениями в РД, естественно. Давайте рассмотрим выпуклую оболочку вот этих элементов в пространстве B. Линейное пространство, значит, понятие выпуклости вполне применимо. Вот, давайте я обозначу ее WN-тильда. Значит, это выпуклая оболочка в пространстве B X1 XN. Вот. Ну вот, тогда что можно сказать? Значит, в литературе, вот, а именно тот результат, который я буду использовать, это результат Гудмана 1988-й, вот, изучались выборки, поведение выборок самих. Значит, вот рассматривается множество из N-точек. Что с ним происходит, когда N увеличивается? Вот в банах в пространстве имеется множество из N-точек. Вот результаты, которые об этих выборках, они формулируются, там нет никаких выпуклых оболочек, они формулируются примерно так. Ну, давайте вот это множество, выборку эту, обозначим, ну, как-нибудь, скажем, там, я не знаю, WN. Вот это множество WN. И рассмотрим эллипсоид рассеивания для вот гауссовой меры, или для распределения этого гауссовского элемента в банаховом пространстве. Значит, там есть тоже, можно сформулировать. Это известно, что это эллипсоид рассеивания, это некое компактное подмножество пространства B, выпуклое. вот. И рассмотрим, что же мы рассмотрим? Рассмотрим, как вот это множество WN приближается к W. Что же происходит? Оказывается, происходит следующее, что вот если нарисовать это множество W, то оказывается, что наши элементы с ростом N, элементы выборки заполняют его все гуще, но при этом, если мерить расстояние по Хаусдорфу между WN и W, то, что это множество не выпуклое, это не важно, определение остается тем же самым, оно замкнуто, поскольку из N-точек состоит. Вот это расстояние, оказывается, стремится, его можно тоже, так сказать, изучать. И вот из результата Гудмана, значит, если заметить, что на самом деле часть информации больше, чем та информация, которая нам нужна для выпуклой оболочки. Но, во всяком случае, оттуда сразу получается, что расстояние в B между WN-тильда и вот этим самым множеством, ну, наверное, его лучше обозначить W-тильда, чтобы так по аналогии W-тильда. И вот этим самым WN-тильда выпуклая оболочка N-точек. WN-тильда, да. А W-тильда это? Нет, нет, сейчас я все повторю еще раз. Значит, смотрите, WN-тильда это выпуклая оболочка вот этих N-точек. WN-тильда это здесь я нарисовал, так сказать, чтобы было, ну, давайте, WN-тильда, вот, вот так, чтобы уж полностью соответствие было. вот, а W-тильда это эллипсоид рассеивания вот распределения X-а. Так вот, что там, там написано, то есть там результат состоит в следующем, что это есть O-маленькая так, вот так вот сюда добавляется, как я писал, 2 логарифма N, корень из 2 логарифма N и есть O-маленькая от единицы. Вот. Вот что, что там есть, что можно получить непосредственно из результата Гудмана. А надо сказать, что эта теорема совершенно нетривиальная, она использует очень глубокие вещи из теории гауссовских процессов. Так что, это просто повезло, что что-то есть такое, что можно сразу использовать. Вот. Ну, как отсюда получить то, что нам надо? Давайте рассмотрим вот такое отображение фи из КБ в КД фи от А. Что это такое? Значит, вот я нарисую картинку. Значит, вот это РД, это Т. Вот здесь траектория, элемент нашего пространства С от Т. Это непрерывная функция, заданная на Т со значениями в РД. Так? Значит, вот Х. Х от Т. Х от Т. Х от Т. Нет, Т большое, наше пространство параметрическое. Х большое. В данном случае это не случайно, это просто отдельная какая-то функция. Вот. Значит, что я делаю? Я беру и проектирую значение точки на графике этой функции в РД. Вот так. Сюда. То есть, другими словами, точка с координатами Т Х от Т переходит в Х от Т. Вот такое проектирование. А теперь представьте себе, что я беру все функции, которые принадлежат множеству А, так? и с каждой функцией проделываю эту операцию. То есть, график каждой функции я проектирую в РД. Ну, вот получится нечто. Здесь получится нечто. Вот это и есть то, что есть фи от А. Как это написать? Значит, это выпуклая оболочка всех точек Х от Т, когда Т пробегает Т, а Х пробегает А. А берется из КБ, естественно. Вот такое отображение. Значит, что если я начинаю с выпуклого множества, я попадаю в выпуклое множество здесь, так что все корректно. Значит, оказывается, что зрительно это совершенно понятная операция, ну и оказывается, что эта операция обладает хорошими свойствами. А именно, если взять расстояние РО между фи от А и фи от Б между образами, то оно не превосходит расстояние между А и Б в нашем исходном пространстве. То есть, это Липшиц его отображение. Липшиц 1. Ну, давайте это проверим, наверное, чтобы потому что так интуитивно это должно быть понятно, что если вот эти множества в Б, они, так сказать, довольно близки, то после проектирования мы не должны получить что-то плохое. Ну, давайте это проверим. Ну, давайте предположим, что вот это вот расстояние вот это вот расстояние равно Р маленькому. Значит, что это значит? это означает следующее, что если какая-то функция берется из А, х из А, так, то тогда найдется, тогда существует у из Б такое, что расстояние, лучше так, поскольку это непрерывные функции, то норма разности х минус у не превосходит r плюс есилен. Я взял какой-то есилен больше нуля, как обычно, когда работаешь с инфимумом, с расстоянием Хаусдорфа, то нужно добавлять маленькую положительную добавку. Вот. Это более-менее понятно. Вот. Найдется так. Потому что, почему это так? Потому что, что это означает, что это расстояние равно r? Это означает, в частности, что А вложено в b есилен, в b r плюс есилен по определению. Значит, ну вот, значит, если я взял Х отсюда, значит, найдется Y такой, как написано. Ну, хорошо. Ну, а что это значит? Это означает, в свою очередь, что для любого t из t модуль ну, x от t минус y от t модуль, это норма в rd, естественно, не превосходит r плюс есилен. Тоже ясно. Для любого t. Ну, а что это означает? Это означает, что x от t лежит в шаре с центром в y от t и радиуса r плюс есилен. Вот. Ну, а этот шар очевидно входит в фи от b в окрестность r плюс есилен от фи от b. Это тоже должно быть понятно из определения фи. Значит, вот смотрите, если я возьму функцию, окружу ее, возьму ее окрестность некого радиуса, то после проектирования понятно, что я не уйду из... Вот. Это должно быть понятно. Ну, а если это так, значит, это верно для каждого t, ну, значит, для всех x t, значит, получаем, что фи от a есть подмноженство фи от b r плюс есилен. Ну, поскольку это верно для любого есилен, и поскольку ситуация симметрична между a и b, мы переходим к тому неравенству, которое здесь выписано. Ну, вот. Значит, смотрите, мы имеем вот это соотношение. Ну, так сразу получаем, что ρ от фи от w n тильда корень из двух логарифмов n фи от w тильда это есть о маленькой от единицы почти, наверное, потому что просто пожарировать, с этим. Ну, а теперь остается только заметить, что образ w n тильда под действием фи это и есть наша выпуклая оболочка w n, а здесь как раз получаем тот шар, который нам нужен, и не шар, а то множество, которое нам нужно, и это дает результат пункта b теоремы 1. Так что вот так вот, видите, это, можно сказать, без больших усилий. Ну, так, хорошо. Есть ли вопросы по этой части? Понятно, да? Хорошо. Давайте пойдем дальше. Переводим к пункту a. Для доказательства пункта a тут, вот как я уже сказал, все эти техника мощная, банахово, значная, она неприменима, поэтому приходится делать по-другому. нам понадобятся две леммы. Лемма 1 и лемма 2. Значит, лемма 1. Предполагаем, что y – это случайная величина, самая обычная, одномерная. Случайная величина такая, что для некоторого гамма меньше 1 и 2 больше 0, выполнено следующее. Математическое ожидание экспоненты гамма y в квадрате меньше бесконечности. Вот такой вот экспоненциальный момент конечен, сверхэкспоненциальный. Пусть y – это копии y. Я подчеркиваю, что копии не предполагаются независимыми. Это означает, каждая y имеет такое же распределение, как y. Тогда верно следующее. Верхний предел 1 корень из 2 логарифма n максимум y1 yn Вот этот верхний предел не превосходит 1. Вот такая оценка. Интуитивно должно быть понятно, что в случае, когда копии независимые, которые покрываются, которые, так сказать, как бы частный случай этого, это тот случай, когда этот максимум растет максимально быстро. Так что, если есть зависимость между величинами, то этот максимум, эта зависимость может только уменьшить. Представьте себе, что все y-каты просто равны y. Тогда этот максимум просто y, и тогда этот верхний предел просто 0. так что в случае, когда они полностью зависимы величиной. Так что то, что здесь отсутствует независимость, не является, не должно быть удивительным. Другое дело, вот если мы хотим оценить нижний предел, а нужно, следующая лемба будет посвящена оценке нижнего предела, вот там уже без предположения независимости или слабой зависимости, там не обойтись. но доказательства. Доказательства. Ну, давайте обозначим вот это вот, вот эту вот, этот объект через Zn для простоты. Возьмем число S больше 0 и рассмотрим вероятность того, что Zn больше либо равно 1 плюс S. Чуть-чуть больше, чем единица. Значит, понятно, раз мы хотим доказать, что верхний предел последовательности Zn не превосходит единицы, то совершенно естественно, что мы должны интересоваться вот такими вероятностями. Если мы их хорошо оценим, дальше в какой-то момент включится Лемборреля-Кантелли и мы сможем получить в качестве следствия информацию об этом верхнем пределе. Ну так что же, смотрите, здесь написано, что максимум некоторой последовательности больше либо равен чего-то. Ну максимум больше либо равен чего-то, это значит объединение событий, что индивидуальная величина превзошла этот уровень. Ну и вероятность объединения n событий не превосходит суммы вероятностей, а поскольку у нас они копии, имеют одинаковые распределения, то мы получаем здесь оценку n раз на вероятность того, что вот первая величина y будет больше либо равна, значит 1 плюс s, ну надо этот множитель сюда добавить, естественно, корень из 2 логарифма n. Так, это понятно? Вот этот переход? Понятно. Хорошо. Ну так, хорошо. Теперь следующий шаг. Смотрите, дальше неравенство Маркова. Вот у нас есть информация об экспоненциальном таком моменте, значит, переписываем, здесь пишем экспонента больше либо равно соответствующей экспоненты, ну и пишем, что это не превосходит от ожидания, деленного на то, что здесь получится. Значит, получаем следующее, не превосходит n раз математическое ожидание e в степени экспонента гамма y квадрат делить на экспоненту гамма 1 плюс s в квадрате 2 логарифма n. Ну и понятно, что все это можно записать как некоторая константа, зависящая от гамма, на n в степени минус дельта, где дельта это вот что такое, это 1 минус 2 гамма на 1 плюс s в квадрате. И это дельта будет больше нуля, если если гамму взять больше чем 1 на 2 плюс s. То есть, лучше сказать так, что если s достаточно мало, потому что, смотрите, гамма предполагается строго меньше 1 и 2, значит, есть зазор между 1 и 2, и вот s положительно, так что мы можем всегда найти такое, и гамма, значит, всегда можно найти такое s, что это выполнено. Так что, вот, естественно, что начиная с этого момента, мы считаем, что s выбрана вот таким вот образом. Поскольку нас будет интересовать оценка этой вероятности при s близких к единице, близких к нулю, то это все возможно. Значит, ну вот, вы можете проверить, не ошибся ли я. Вот в этом месте, по-моему, все нормально. Но если это так, то посмотрите, эта оценка неплохая, но все-таки она не дает сразу сходимости соответствующего ряда. Ну вот тут некий уже технический прием, состоящий в том, что, ну хорошо, ряд такой весь не сходится, но если я возьму должным образом выбранную подпоследовательность, то я добью сходимости. Значит, какую подпоследовательность надо взять? Надо взять N вида M в степени A, где A, ну, некоторое число, которое будет выбрано чуть, значит, вот каким образом. A больше, чем единица на дельта. Естественно. Тогда M в степени A, получим здесь M в степени минус дельта на A, это будет, дельта A будет больше единицы, и значит, соответствующий ряд будет сходящимся. Так что тогда мы получим, что вот такой ряд сумма вероятности Z, M, A больше, либо, равно 1 плюс S, вот такой ряд будет сходящимся. Сходится. Ну и применим теперь Лему Боррелли-Кантелли. Что она нам скажет? Лему Боррелли-Кантелли нам говорит, что с вероятностью единицы осуществляется лишь конечное число таких событий, значит, почти, наверное, начиная с некоторого места Z, M, A будет не превосходить 1 плюс S. Значит, что это значит? Это означает, что верхний предел вот этой последовательности Z, M, A по M не превосходит 1 плюс S. Почти, наверное. И это верно для любого S, больше нуля. Ну, дальше, раз это верно для любого S, выбираем счетную последовательность, сходящуюся к нулю, берем пересечение событий вероятности единицы, получаем событие вероятности единицы. Это начиная с некоторого места мы получаем неравенство такое, ну, значит, верхний предел не может превосходить это, раз с какого-то момента последовательность лежит ниже уровня 1 плюс S. Ну вот, значит, отсюда следует, что с вероятностью единица верхний предел Z, M, A по M не превосходит единицы. Ну, вот это уже неплохо, это уже что-то. Ну, а теперь надо заполнить промежутки между вот... У нас же A зависит от S. Нет, А не зависит от S. У нас дельта зависит. Дельта, дельта тоже не зависит. но S-то фиксировано. Смотрите, смотрите. Ну, до этого момента фиксировано, но тут мы его... Нет, смотрите, смотрите, вот мы, что-то мы делаем, так? Мы нашли такое S, маленькое, при котором вот выполнено это. Поэтому S выбрали A. Там, такое, что... Получили вот это. Ну, и... Смотрите, если я заменил S, поскольку A здесь единица на дельта, дельта не зависит от этого, или зависит, зависит от S, Подождите, может быть, действительно вы правы. Сейчас, может быть, надо чуть-чуть более, чуть-чуть аккуратнее это все делать, но... Может быть, не нужно торопиться переходить к единице здесь, может быть, оставить вот в такой форме, что для любого достаточно... для любого малого S мы найдем вот такую подпоследователь, потом заполним промежутки, получим эту оценку, а уже тогда, после этого... Да, вот так, наверное, лучше будет. Давайте пока это уберем. Давайте заполним промежутки. Давайте предположим теперь, что N лежит в промежутке M в степени A, M плюс 1 в степени A. Так вот. Что можно сказать про ZN? Ну, очевидно, что ZN не превосходит ZN плюс 1 в степени A, умноженное на корень из логарифма M плюс 1 делить на логарифм M. Просто из определения это так. Так, так, это почему что у нас это... N заключено в этом интервале. Ну, я просто выбрал. Давайте рассмотрим. Ну, пусть индекс N лежит в этом интервале. Тогда, смотрите, ZN деленное на 1 на корень из двух логарифмов N. Вот. И дальше вот получаем вот это. А неравенство, почему это... Сейчас. Ну, давайте, как раз это не видно, то давайте это все более подробно проделаем, чтобы... Значит, смотрите, что у нас известно? Значит, ZN это есть единица на корень из двух логарифмов N на максимум Y YK K не превосходит N. Так? Значит, что это? Это не превосходит, очевидно, единица на корень из двух логарифмов N на максимум YK, когда K бежит до M плюс 1 в степени A. K не превосходит M плюс 1 в степени A. После этого делим на единицы на корень. Это будет Z M плюс 1 в степени A умноженное на корень из два логарифма M плюс 1 в степени A и делить на два логарифма N. Ну, так, смотрите, двойки уйдут, а логарифм N можно заменить в знаменательный логарифм. Максимум монотонен. Да, да, да. Ну, в определенном смысле монотонен. Ну, и все, смотрите, верхний предел отсюда вытекает, что верхний предел Z N не превосходит верхнего предела этой последовательности, поскольку вот эта последовательность стремится к единице, то это не превосходит 1 плюс S. Почти, наверное. И вот уж теперь это верно для любого S. Вот тут берем пересечение по всем этим самым рациональным S, которые стремятся к нулю, и получаем, что это не превосходит единицы, и лема доказано. Так. Вопросы. Повторите еще раз, вот мы получили... Да, вот... Вот, это понятно? Понятно. Ну, теперь смотрите, что происходит с вот этим вещем? Это стремится к единице. Правильно. А верхний предел вот этой последовательности по предыдущему не превосходит 1 плюс S. Значит, верхний предел Zn с вероятностью единицы мажорируется 1 плюс S. Ну, и теперь уже значит, это вот этот вот факт никак не зависит от промежуточных параметров, он зависит только от S. Значит, теперь это для каждого маленького S я беру все меньше и меньше, получаю последовательность событий вероятности единицы, беру их пересечения, она будет тоже иметь вероятность единицы, ну, и в... А для пересечений будет ясно, что это будет событие если верхний предел не превосходит единицы. Вот. Так. Значит, лемма 1 доказана. Теперь лемма 2. Лемма 2 нужна для того, чтобы оценивать нижний предел. Лемма 2. Значит, теперь рассмотрим величину Y уже такую, уже не совсем произвольную. это супремум X от T T принадлежит T. Это уже величина специального вида. Вот. А X это центрированный гауссовский процесс, для которого такой, что супремум по T дисперсии максимальная дисперсия равна единице. Вот такой. Так. Ну, вот тогда нижний предел по N. я буду использовать то же самое обозначение ZN. Это ровно то же самое. Я беру независимые копии Y и беру нормированный максимум. Будет больше либо равен единице. Почти, наверное. больше либо равен единице. Так что вот ясно совершенно, что вот эти две леммы и будут, дадут нам в конечном общете то, что нам нужно. Потому что они позволяют мы оценивали там верхнее, а здесь тоже нижний. Да, здесь нижний предел. Нижний. Да, и здесь уже здесь уже здесь уже нужно добавить, что Y это независимые копии Y в отличие от предыдущей. Можно вопрос? Да. Мы оцениваем верхний предел снизу или низу? Нет. Верхний предел снизу. Все время верхний. Мы интересуемся верхним пределом. Тогда вы говорили будем оценивать нижний. Я договорился. Я договорился. А, нет. Нижний предел. Прошу прощения. Вот я чувствую, что нижний предел. Нижний предел. Нижний предел. Нижний предел. Нижний предел. Ну да, конечно. Мне нужно получить, что предел равен чему-то с вероятностью единицы. Смотрите, лемма 1 применима к этому случайному элементу. Вот к этой ситуации. Значит, она дает, что верхний предел меньше либо равен единице. Значит, если вы их соедините, то получите, что в условиях леммы 2 на самом деле просто существует предел, и он равен единице. Но это мне не нужно, поэтому я эту лему так не формулирую. Так. Ну что, давайте перейдем к доказательству. теперь, естественно, надо рассматривать... Значит, теперь я беру S между нулем и единицей и рассматриваю вероятности того, что Zn не превосходит S. Меньше либо равно. Ну что это такое? Это вероятность того... Значит, на этот раз уже, смотрите, здесь стоит максимум. Максимум меньше либо равен чего-то, если все величины меньше либо равны, которые участвуют в образовании максимума. Их N штук. Значит, здесь стоит вероятность пересечения N событий, и эти события предполагаются независимыми. Значит, вероятность пересечения равна произведению вероятностей. Ну, вот индивидуальная вероятность это вероятность того, что Y меньше либо равно S на корень квадратный из двух логарифмов N. Ну, и это все в степени N. Вот. Давайте обозначим через F эту функцию распределения Y. Функция распределения Y. Тогда это можно записать как F от S корень квадратный из двух логарифмов N в степени N. Ну, и это все не превосходит значит, что я делаю. Сейчас я напишу и будет понятно. Так, подождите, не превосходит? Да. Не превосходит. Это все не превосходит экспоненты минус N 1 минус F от S корень квадратный 2 логарифм N. Я пишу здесь 1 минус 1 минус F и пользуюсь неравенством 1 минус T не превосходит E в степени минус T. Вот. Вот это написано. Еще раз 1 минус T 1 минус T T между нулем и единицей, потому что не превосходит E в степени минус T. При T между нулем и единицей. Ну вот возникает как раз E в степени минус N T. T это вот эта вещь. Так что вот такое неравенство. Так, хорошо. Теперь вот что мы можем заметить. Заметим, что 1 минус F от X это ведь есть вероятность того, что супремум X от T T принадлежит T больше X. Так ведь это вероятность того, что Y больше X. Так? Ну так очевидно, что эта вероятность больше либо равна вероятности того, что X от T нулевого некоторого больше X. Сейчас я объясню, что такое T нулевое. на самом деле я могу взять любую точку T. Посмотрите, для любого фиксированного T нулевого это верно. Потому что супремум больше либо равен, чем значение X этого дела. Вот. Ну А, вот я забыл, вот я теперь понял, что я забыл сказать, как я выбираю эту точку T с ноликом. Значит, смотрите, как я ее выбираю. T с ноликом это такая точка, что сигма с ноликом в квадрате, это есть дисперсия X от T в точке T с ноликом, что она больше S. Так, сейчас я... мы же предположили, что супремум дисперсии равен единице, ну, значит, при S меньшем единице я найду такую точку T с ноликом, для которой дисперсия будет больше, чем S. Вот этот T с ноликом я здесь и буду использовать. Но тогда смотрите, это ведь гауссовская величина X от T с ноликом. Значит, я могу использовать известные... Просто явное выражение есть для этой вероятности. Вот. Значит, на самом деле можно получить здесь C единица на X E в степени минус X квадрат вот так я напишу вот здесь вот. больше либо равно некая константа. Константа можно даже явно выписать. Это есть сигма с ноликом на корень из двух P C единица на X E в степени минус X квадрат на 2 сигма с ноликом в квадрате. Вот. Откуда это неравенство берется? Ну, смотрите, это хвост гауссовского распределения. Значит, на самом деле это единица... Предположим, что мы имеем дело со стандартным гауссовским распределением, чтобы не путаться с дисперсией, а потом можно всегда изменить, добавить это, сделать шкалирование и получится то, что надо. Значит, речь идет вот о такой вещи. 1 минус F от X, где F это функция распределения стандартного гауссовского закона. Ну, что это такое? Это единица на корень из двух P интеграл от X до бесконечности E в степени минус T квадрат пополам DT. Так? Ну, дальше что надо сделать? Надо просто проинтегрировать по частям вот этот интеграл. Значит, каким образом? Надо внести вот это вот сюда, под знак дифференциала, и тогда как раз получится получится то, что нам нужно. Когда мы будем вносить, значит, смотрите, я запишу это вот так. Единица на корень из двух P, интеграл X до бесконечности, а здесь я напишу так, D E в степени минус X квадрат, минус T квадрат пополам, так, но производная этого дела даст мне здесь T, минус T, так, видите, я напишу здесь так, минус, минус, а здесь будет единица на T, тогда все не изменится. Ну и вот теперь интегрирование по частям мне даст произведение единицы на T E в степени минус T квадрат пополам и приращение вот этой функции на участке X бесконечность. На бесконечности это 0, с учетом минуса это даст как раз вот единицу на X E в степени минус X квадрат пополам. Ну, когда дисперсия равна сигма 0, то там появится, надо поделить на сигма 0 в квадрате. Вот. А второй член, второй член, он будет отрицательный на самом деле, потому что будет минус с плюсом. Ну, в общем, вот если там посмотреть, то получится, его можно отбросить и получится неравенство такое вот как здесь есть. Это тоже, кстати, более-менее стандартная информация о гауссовском распределении, о хвосте гауссовского распределения. Ну, хорошо. Значит, вот раз у нас есть такое неравенство, то тогда что мы можем дальше написать? Смотрите. Значит, мы можем написать, что все это не превосходит. Значит, если я заменю здесь на большее, значит, у меня, то есть на меньшее, значит, у меня тем самым все увеличится. Значит, не превосходит. Экспонента минус константа С, затем пойдет, что же, логарифм н в степени минус 1 вторая, н в степени 1 минус с квадрат на 2 сигма нулевое в квадрате. Вот так вот. Да. Это продолжается, да, 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 да. Вот, вот, просто единица минус f, вот я пользуюсь этим неравенством. Только теперь уже вместо x я беру s на корень из 2 логарифма n. Ну, смотрите, что у нас будет. s в квадрате 2 логарифма n. И под экспонент. И экспонента в степени логарифма n даст n в степени как раз s в квадрате деленное на вот это. Вот она соединится с единицей, которая здесь. Получится вот такой показатель у n. Ну, смотрите, что же можно сказать про этот показатель? Единица минус s квадрат деленное на 2 сигма нулевое в квадрате. Этот показатель, что, он должен быть положительный. Почему он положительный? потому что... Потому что... s балл. Да, s у нас меньше единицы. А сигма нулевое... Мы так t0 выбрали. Да, вот мы выбрали t0 подходящим образом. Так что, значит, смотрите, ясно совершенно, что вот этот множитель, он задавит логарифм, и, соответственно, этот ряд явно будет сходящимся, потому что есть экспонент. Вот ради чего все это делается. Так что, это дает сходимость такого ряда. Значит, таким образом ряд из вероятностей, что zn не превосходит s, сходится. Ну, и тогда сразу полемия барреля-кантелли, опять как в тот раз, только теперь уже все будет немножко проще. мы получаем, что с вероятностью единицы осуществляется лишь конечное число этих событий. Это значит, что начиная с некоторого места zn будет больше, чем s, ну, и означает, нижний предел будет больше либо равен s, ну, и поскольку s произвольное число, теперь уже надо его брать все ближе и ближе к единице, это даст нам... Можно еще вот это повторить это рассуждение, потому что с вероятностью не привыкли. Да, это, это, для вероятностей, это стандартные рассуждения, для... Значит, еще раз повторю. Вот с... Да-да-да. Сумма вероятности ряд сошелся. Да, ряд сошелся. Значит, что это значит? Это означает полемия барреля-кантелли, это понятно, да? Что с вероятностью единицы осуществляется конечное число таких событий. Значит, вот... лишь конечное. Лишь конечное число событий, да. Но что это значит? Что означает? Что вот у нас, если вот событие АН это событие, что ZN не превосходит S, что означает, что осуществляется лишь конечное число событий. Это означает, что для почти каждого омега найдется лишь конечное число индексов M таких, что омега попадает в АН. Но это означает, что начиная с некоторого места, то есть при достаточно больших N, уже эти события не выполняются. Это означает, что начиная с этого места, случайного, естественно, зависящего от омега, Zn будет больше, чем S. А что это значит, что Zn больше S? Это означает, что нижний предел Zn будет больше либо равен S с вероятностью единицы, потому что для почти каждого омега это верно. Ну вот, а раз так, и раз это верно для каждого, любого S между меньшим единицей, значит, ну вот надо взять S, стремящиеся к единице, и дальше как стандартным образом взять пересечение всех этих событий и получить, что тогда нижний предел Zn будет больше либо равен единице. Он не может быть с положительной вероятностью меньше, иначе сразу получится противоречие. И Лемма доказана. Значит, вот тем самым Лемма-2 доказана. Мы фиксируем омега маленькое, нет? Ну да, для почти каждого омега. Для почти каждого омега, да. Да, 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 да. Потом... Так, хорошо. Вот теперь надо перейти к доказательству теоремы в первой части. Теперь можно, я попробую объяснить, как это получается. Пункта. Значит, ну идея понятная. Значит, что нужно сделать? Понятно следующее, что если мы следим за поведением какого-то выпуклого множества, то идея состоит такая, которая будет в разные моменты проявляться более-менее явно, состоит в том, что надо спроектировать на фиксированное направление, Sd-1, а это θ. Вот. И следить за тем, что происходит здесь. А это уже будут обычные случайные величины, вот Леммы как раз и будут применяться к ним. Вот. Ну и дальше, значит, тем самым мы получим информацию о поведении MZN θ, при фиксированных θ, и отсюда выведем информацию о поведении самого множества. Вот. Вот. Ну, оформляется это вот каким образом. Значит, вот беру θ на единичной сфере, фиксирую его, и для этого θ, π θ – это проекция. Значит, из Rd в R1, значит, x переходит в x θ. Ну и π θ от WN, от нашей выпуклой оболочки, может быть, даже… Ну, да, давайте так возьмем. Это будет некий отрезок, естественно. MN с индексом θ и MN с индексом θ. Вот. Это понятно. Вот. Минимум и максимум. Значит, что такое MN θ? MN θ. Да, ну вот тут, конечно, значит, можно понять следующую вещь, что когда мы… Ведь наше множество… Сейчас. Хорошо, я напишу, а дальше будет понятно, что это так. Значит, MN θ – это минимум MI θ по I от 1 до N. А MI θ – это инфимум θ xI от T. Более-менее должно быть понятно, что так. Ну и аналогично для M большого. MN θ – это есть максимум по I непревосходящим N. M большое и θ, где M большое и θ – это супремум. Здесь скалярное произведение, безусловно. Да, да. Скалярное произведение θ, x и t. Супремум, здесь инфимум патэ, супремум патэ, конечно. Это такие обозначения, и, значит, понятно, что это чисто геометрический факт, который не требует особых пояснений. Теперь, вот теперь момент, на который я хочу обратить внимание, потому что это используется все-таки исключительно сильный и очень красивый результат из теории гауссовских случайных величин, случайных элементов. А именно теорема Ферника. Ну, она же подкрепляется результатом Маркуса Шепп. Это такой классический результат. Вот если среди вас есть вероятностники, которые не знают этого результата, то я рекомендую обязательно посмотреть статью Ферника. Совершенно гениальное доказательство этого результата. Это просто вот исключительно красивое. Вот из ничего получается результат исключительной силы. Значит, а в чем заключается этот результат? Результат заключается в следующем. Что если вы имеете, значит, вот какой-то гауссовский процесс, заданный на каком-то множестве, неважно, значит, Тепплинг лежит Т. Гауссовский центрированный процесс. Это теорема Ферника или что? Сейчас, сейчас я все скажу. Да, это теорема Ферника. Значит, вот Ферник и еще Маркус и Шепп. Ферник – это результат 1971 года, а здесь 1971 год. Так что часто они как-то независимо получили это. Но Ферниканское доказательство совершенно полное, исключительно красивое. Так вот, в чем оно заключается. Предполагается, что этот гауссовский центрированный процесс ограничен. Ну, сепарабельный, значит, можно говорить о супремуме, что супремум модуля, он с вероятностью единицы конечен. Так вот, тогда... Да, да. И еще, значит, следующая вещь. Давайте обозначим через сигма квадрат от Т. Нет, сигма квадрат – это вот что такое. Это максимум или супремум дисперсий. Супремум дисперсий Х от Т. От Т. Из Т. Тогда для любого гамма меньшего единицы делить на 2 сигма квадрат. Так? Математическое ожидание экспонента гамма... Да, и пусть... И пусть... Пусть С – это супремум кси Т по Т. С квадрат меньше бесконечности. Вот, смотрите. Вот гауссовский процесс, центрированный, ограниченный. Вот максимальная дисперсия у него сигма квадрат. Вот тогда для любого гамма существуют такие сверхэкспоненциальные моменты. И причем эта граница точная. Нельзя, так сказать, утверждать, что больше. Вот. И при этом, повторяю, что доказательство исключительно красивое. Вот. Я буду использовать этот результат. Естественно. Причем неоднократно. В применении к нашим... к нашей ситуации... Значит, я буду использовать, ну, вот, к процессу, к скалярному произведению тета хи от Т, когда Т пробегает Т, а и меняется от единицы до n. Это же тоже можно рассматривать как параметрическое множество. Значит, ну, вот, что тогда я могу утверждать? Я могу утверждать, что по этой теореме математическое ожидание экспонента гамма МН тета в квадрате меньше бесконечности для любого гамма меньшего единица на 2 сигма квадрата от тета, потому что тета теперь фиксировано, ясно, что все зависит от тета, где сигма квадрата от тета – это вот супремум дисперсии х... ну, тут надо писать и, но на самом деле, поскольку это независимые копии, то ясно, что это будет одно и то же, так что можно писать и без и. х от Т тета – скалярное произведение, вот по Т из Т. Вот так вот. И вот я хочу заметить, что вот эта дисперсия – это ведь еще то же самое, что, ну, этот супремум, если хотите, скалярное произведение РТ тета тета. Вот. Это на будущее, потому что это как раз... Поэтому я использую здесь обозначение сигма квадрата от тета – это то самое сигма от тета, которое участвует, которое уже встречалось здесь. Которое мне понадобится для идентификации опорной функции предельного множества. Вот. Ну вот. Ну а тогда, смотрите, у нас есть конечный момент такой. Можно применить лему 1. И по лему 1 с вероятностью 1, значит, лему 1, с вероятностью 1 мы получаем следующее, что верхний предел по n единица на корень из двух логарифмов n mn тета не превосходит сигма от тета. Ну, там была единица, по-моему, но ясно, что при нормировке получится это. А по лему 2 ее тоже можно применить, потому что здесь независимые копии, и y, вот эта величина, это и есть супремум гауссовского процесса. Нижний предел того же самого больше либо равен сигма от тета. Ну, значит, просто предел вот этого zn, ну, zn я не использую, значит, вот это mn тета с коэффициентом единица на корень из двух логарифмов n просто предел существует и равен сигма от тета. Ну, это уже почти все, что нам нужно. Единственное, что в чем проблема? Ну, проблема в том, что маленькая техническая проблема, что тут это все верно для фиксированного тета, то есть для проекции. То есть для каждого тета с вероятностью 1 что-то происходит. И теперь из всего этого нужно получить информацию о том, что с вероятностью 1 вот весь объект наш ведет себя хорошо. Значит, в чем проблема? Ну, проблема, ну, как обычно. Значит, если у вас есть последовательность функций, которая в каждой точке сходится с вероятностью 1, отсюда вовсе не следует, что, так сказать, есть сходимость, там, скажем, равномерная с вероятностью 1. Понятно. Можно привести простые примеры. А здесь именно как раз вот это нужно сделать. Но это на самом деле не очень сложно. Но сначала надо заметить следующее. Смотрите. Все то же самое можно применить к минимуму. Просто это в гауссовском случае, в центрированном. Это совершенно симметричная ситуация. Если мы заменяем процесс на минус процесс, то минимум превращается в максимум. Минус минимум даст максимум. Так что, тем самым, мы имеем, что здесь не нижний, а просто предел, что предел по n для единицы на корень из 2 логарифма n минимумов, mn тета, он равен минус сигма от тета. Минус сигма от тета. Ну, и это означает, что вот с вероятностью единица проекция, вот это, значит, здесь mn тета, а здесь mn тета, вот она сходится к интервалу минус сигма от тета, сигма от тета. Вот такому симметричному интервалу. Так, ну, осталось совсем немного. все основное сделано. Осталось еще заключительная техническая часть, которая содержит один тоже интересный, полезный, уже геометрический результат. К минус сигма от тета. Минус сигма от тета. Минус, потому что когда... Понятно, да. Значит, а теперь вот какое соображение, я просто сначала хочу сказать. Смотрите, значит, для каждого тета вот есть такое поведение проекций. Значит, давайте возьмем орты в rd. И рассмотрим проекции на оси, которые порождаются этими ортами. Вот в случае двух вот у нас, значит, будет проекция сюда и на вторую ось. Значит, вот эти точки, значит, там m, n, e, i, t, здесь будет m, n, e, i, t, они сходятся. Ну, значит, значит, с вероятностью единица я могу найти такой интервал, где все они... Значит, я просто возьму супремум. Вот, где все они находятся. То же самое на второй оси и на каждой оси я могу сделать. Если я рассмотрю произведение соответствующих интервалов, я сейчас объясню, для чего все это, то получится некий такой параллепипит. Можно взять куб, значит, понятно, чуть-чуть расширив, и этот случайный такой куб, и он с вероятностью единицы будет содержать нашу последовательность, потому что понятно, что наше выпуклое множество, если его проекции такие, то оно будет содержаться в этом кубе. Для чего это нужно? Это нужно вот для чего. Значит, известный такой замечательный факт про выпуклое множество, я не знаю, знаете вы или нет, что если у вас есть последовательность выпуклых множеств, которая ограничена, то есть содержится в каком-нибудь кубе, в РД, то она относительно компактна. То она относительно? Да, это значит, что из любой ее подпоследовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Вот такой красивый результат, вот его можно найти, доказательство, там доказательство такое очень красивое, скажем, в монографии Шнайдера о выпуклых множествах, о выпуклых, вот. Значит, вот если у вас есть куб, и в нем произвольная последовательность выпуклых подножеств, какую, вот, она обязательно содержит сходящуюся подпоследовательность. Это факт, не относящийся к теории вероятности, просто из теории выпуклых множеств. Вот я как раз хочу здесь этот факт использовать. Значит, смотрите, моя последовательность вот этих ZN, случайная, она с вероятностью единицы содержится в этом кубе. Значит, для каждого омега, для почти каждого омега, я нашел куб, который содержит эту всю последовательность. Значит, для этого омега она относительно компактна. А если она относительно компактна, то, посмотрите, для нее все проекции, но я могу, даже не нужны мне все проекции, я беру теперь счетное всюду плотное множество на сфере, так, тета, и тогда у меня с вероятностью единицы для каждого направления из этого счетного всюду плотного множества, у меня проекции будут сходиться там куда-то. Что это значит? Значит, вот, это означает, что вот эти самые опорные функции для тета, для тета, принадлежащего вот этому множеству U, которое счетное всюду плотное под множество SD-1, так, вот у меня с вероятностью единицы почти, наверное, для каждого тета есть сходимость к сигма от тета, потому что речь идет в данном случае о максимуме только. Ну, замечательно. Теперь смотрите, у меня же здесь есть относительная компактность, значит, если я беру, значит, возьму сходящуюся подпоследовательность, для этой сходящейся подпоследовательности проекции сходятся вот сюда, с вероятностью единицы для всех тета. Теперь, с другой стороны, раз эта сходящаяся подпоследовательность сходится в метрике Хаусдорфа, мы знаем, что соответствующие функции опорные сходятся в равномерной метрике, то есть равномерно, значит, предельная функция, она будет непрерывна, есть равномерная сходимость, ну, и если всюду плотно множество есть сходимость, то она есть на всем, и есть равномерная, ну, значит, отсюда вытекает, что с вероятностью единицы есть одна единственная предельная точка у последовательности МЗН от тета, МЗН уже как от функции, ну, значит, вся последовательность с вероятностью единицы сходится к какому-то множеству, и у этого множества автоматически вот эта вот функция является опорной, ну, а это как раз и есть опорная функция множества W, ну, и на этом доказательство заканчивается, тут немножко быстро пришлось говорить, надеюсь, что основное было более-менее понятно, так что вот на этом мы сегодня заканчиваем.